сейчас нам присоединится лена и как бы семинар у нас будет от нее по поводу того как психологически подготовиться к выступлениям вот тем такая как бы я думаю полезная потому что очень многие не могут удачно выступать на соревнованиях потому что не могут показать все что может их собака в отсутствие ну точнее да то есть когда нет раздражителей когда нету судей когда нету зрителей спортсмен с собакой вроде как что-то может сделать а вот как только выходит на публику возникают различные проблемы и вот мы решили следы по просьбе трудящихся провести семинар в котором попробуем объяснить что сделать для того чтобы это было более плодотворное выступление у вас и вам было комфортно себя чувствовать в ринге сейчас мы еще две минуты ждем сейчас лена появится у нас подсоединиться вот отлично вот уже лена тут вот вы пока можете писать свои сообщения вопросы какие-то может быть у вас есть какие-то как его называется может быть надо разобрать какие-то видео а вот то есть ли она просила что вы были более активная да в том чтобы можно было прям сразу какой-то небольшой разбор кому-то создать а то есть если готов конечно а вот потому что это тоже как бы наверное психологически сложно а вот а потом это скромненько волосиками ничего ничего я тут тоже сделала вот и так прошу любите жаловать лена актырская вот наш психолог правильно я вот в общем она сейчас с нами поделится своими мыслями о том как лучше подготовиться к выходу в ринг а вот и чтобы нам всем было комфортно когда мы находимся в ринге чтобы собака при этом тоже продолжала работать я передаю вам слово говорите проверим вас слышно я надеюсь что меня слышно и также хорошо видно как и я вас хорошо слышу и вижу если вдруг какие-то проблемы вы отпишите пожалуйста в чате что мы сразу об этом узнали хорошо всем слышно давайте узнаем слышно все лену поставьте плюсики чтобы было понятно нам как-то ну в общем да слышно запись вебинара будет да мы сделаем вот уже делаем точнее да то есть все лишнее отрежу и это самое потом на youtube канале мы обязательно как его называется разместим или разместим лен пожалуйста ваше слово спасибо большое я рада всех приветствовать кто сегодня собрался и надеюсь что будет информация полезная будет интересно и будет то что вы сможете потом применить сегодня я планирую дать вам не только информацию теоретическую но еще поделиться своим опытом своими знаниями и плюс дать несколько практик которые вам надеюсь будут очень полезны и так хочу представиться для тех кто меня не знает лично меня зовут елена ахтырская я профессиональный кинолог инструктор по дрессировке также у меня еще есть образование психолог психолог-консультант также у меня еще есть музыкальное образование и медицинское я надеюсь что их на этом не остановлюсь жизнь такая штука что если я заинтересуюсь чем-то еще то обязательно это будет серьезно какой-то интерес и это будет прям с получением диплома и прям с погружением полностью вот у меня есть пять собак моих это две немецких овчарки два немецких шпица один немецкий малый один померанский и плюс бабочка бабочка это дворняжка вот все возраста разные у собак самому старшенькому это восемь младшенькому это вот первого мая будет 2 то есть они прям все разного возраста пришли ко мне в разное время вот и как маленькое предисловие хочу сказать что со своей старшей собакой его зовут туз козырный вот со своей старшей собакой я стала выходить в ринге с восемнадцатого года то есть когда ему исполнилось примерно два года мы занимались национальным видом дрессировки послушание защитный раздел как только получили дипломы у кд зкс мы сразу пошли участвовать соревнованиях и пробовать свои силы там вот и стартов было очень много выходов в рингера в разных ситуациях да было тоже много и были достаточно успешные были достаточно провальные вот но что хочется сказать что когда ты занимаешься спортом и тебе нравится и процесс тренировок и процесс выступлений то это прям заряжает тебя на новые подвиги новые какие-то обучения но пробовать что-то еще чтобы улучшить чтобы сделать еще интереснее из еще еще точнее выполнить какой-то нормативный элемент да поэтому много было разного в жизни с этими собаками но если бы я попробовал повернуть камеру и наверное по количеству кубков там ну две полочки всего лишь чуть-чуть похвасталась сразу вот все-таки видно что не все наши выходы в ринг были совсем провальными да были победы достаточное количество и были много призовых мест и первые места занимали и по итогу туз дважды вице-чемпион россии языка яс но поскольку я люблю не только вот целенаправленно заниматься одним чем-то да я всегда пытаюсь развиваться и что-то пробовать другое мы пробовали разные трюки изучали и какой-то момент так сложилось что помогли люди которые как-то ко мне обратились со своей просьбой я им со своей просьбой и мы друг другу помогли и нам сделали красивый первый танец первый выход для показательных выступлений то есть о соревнованиях мы не думали мы хотели просто какой-то танец для показательных выступлений чтобы можно было наши трюки как как-то вот смиксовать и показать то есть рассказывая себе я плавно перехожу к первому пункту нашего сегодняшнего разговора это называется цель что такое цель то есть когда мы что-то начинаем делать или хотя бы думаем что нужно начать это делать мы какую-то цель перед собой ставим да цели могут быть разные вот моя первая цель в танцах это не ходить на соревнования а просто если тебя попросят покажите со своей собачкой вот что-то ну не знаю на каких-то тех же соревнованиях по общему курсу дрессировки в качестве развлечения да вот я могу выйти и станцевать какой-то танец да вот это была первая моя цель вот и собственно она была достигнута мы несколько раз даже выступали с этим танцем я посмотрела что собаке нравится мне тоже нравится был симпатичный образ подобран да была идея танца вот но потом я подумала почему бы с этим танцем не пойти бы на соревнования по танцам с собаками и тут моя цель поменялась да вот как как можно не просто мечтать оставить какие-то перед собой цели и задачи чтобы нашему мозгу было это понятно чтобы он не боялся идти куда-то выше да вторую целью моей это выступить и хотим попробовать что такое ринг соревнований ну и конечно ничего лучшего не придумали как пойти в большой-большой выставочный комплекс тогда это было в корпус сити холер это было то ли евразия то ли что то такое в россии может быть не помню вот и мы набравшись смелости вот первый раз вышли в открытый класс при том что собака работала без еды уже давно и мы выиграть там третье место конечно было ужасно страшно коленки сначала тряслись а потом как-то я поняла что в ринге я получаю удовольствие и расслабилась и собака да дело не не все по программе она что-то придумала на ходу вот импровизация это наше все я очень люблю импровизировать ну то есть прям вот очень люблю импровизировать во всем наверное в своей жизни в том числе и также мои собаки мне кажется они очень похожи на меня и тоже могут импровизировать прям вот в ринге когда казалось бы ну что там выдумывать собака программу знает должна и четко исполнять нет они умудряются еще что-то всегда добавлять от себя ну я на это совершенно не расстраиваюсь я смотрю с позитивом я говорю что о прекрасно ты придумал как ходить задом наперед с длинного расстояния там прекрасно я возьму это в следующий свой танец молодец вот то есть вторая цель была достигнута мы вышли в ринг я себя там хорошо почувствовала и сказала что о класс мне здесь нравится я хочу сюда еще следующая цель была пойдемте-ка в дебют и мы пошли в дебют вот в дебюте мы тоже выступали два дня это помню был питер и соревнования были два дня и мы как-то умудрились выиграть ну вот все что возможно было именно в нашем классе это класс развлекательный был это класс открытый и класс дебют в общем мы как-то очень много повыигрывали что это нам дало во первых это опыт посмотреть как вообще выступать и так продолжаем еще раз оценивать итак была следующая цель пойти в дебют выступить и и желательно победить ну хотя бы неплохо выступить понятно для меня цель и решилась мы победили мы выиграли довольны и приехали обратно домой я поставил следующую цель пойти в следующий класс поскольку уже по баллам мы могли перейти в класс прогресс точно так же как бы легко и непринужденно я бы сказала что мы протанцевали в прогрессе насколько помню это было опять в корпусе и это было второе место вот в прогрессе мы набрали баллы на мастера и пришли прекрасно к мастерам вот и дальше цели закончились к сожалению почему-то меня опять потянуло в нацвиды захотелось там еще что-то показать на что мы способны и танцы мы немножко отставились во времени то есть мы как бы что-то там пытались новый танец разучивать еще что-то но цели сместились и как только цели сместились сразу прям вот ну слишком мы сильно провалились ну по крайней мере в танце да мы не выходили какое-то количество большое времени мы не занимались этим на тренировках потому что очень много было тренировок по послушанию защитный раздел кто занимается защитным разделом знаешь сколько там надо времени и труда да вкладывать и не хватало немного сил на все это вот и как только цели сместились все мы просто легли на дно и мы не выходили в ринге мы не выступали танец все-таки как-то потом доучился но один раз мы с ним вышли и получили очень-очень низкие баллы где-то там в последних рядах в мастерах и это еще больше меня как бы ну прижало прижало и я сказала что ой как здесь плохо и нехорошо больше сюда не приду в мастера и вот тут если бы я тогда в то время знала что-то такое психология как работать и никак можно с помощью разных психологических техник преодолеть это все то наверно я бы раньше вышла в ринг а на тот момент было несколько неудач да первое отсутствие цели второе не очень хороший выход за долгое время перерыва низкие баллы не было особой поддержки нет такого ну никто не поддерживал потому что ничего страшного бывает и так вот и в итоге мы как-то еще на какое-то время ушли и не выступали поэтому очень важно ставить себе те цели которых мы можем достичь и как бы заметили я вам прям рассказала по пунктам для того чтобы было понятно что цель сразу не была что я выучила там и пошла с ним в мастера сразу нет цель была прям постепенная по нарастающей и когда была достигнута можно переходить на следующий но только цель у нас в голове не сформирована то как бы и шагать некуда лестница заходит ну такое впечатление создавалось в мозге что шагать некуда все в мастерах куда дальше вот поэтому если у вас есть ручка блокнотик перед собой то если нет то возьмите пожалуйста что-нибудь на чем можно записать и попробуйте по пунктам так как я рассказываю чуть-чуть сделать какие-то маленькие наброски чтобы потом вам было понятно как с этим работать можно было использовать не просто послушать мне как красивую женщину которая там прекрасно рассказывает а чтобы было полезно поэтому ручка или там карандаш бумага и первым номером это цель цель как ступеньки прямо что нарисовать себе ступеньки и на каждой ступеньке вы рисуете себе или пишете цель какая у меня цель ну если мы сегодня говорим о танцах а вы какая у меня цель на первой моей ступеньке должна быть пишем пишем и кто уже готов сформировать эту цель и написал не пытайтесь запомнить потому что оно завтра у вас улетит это все из головы когда мы пишем ручкой на бумаге не просто там печатаем в телефоне или там еще где-то именно ручкой на бумаге выводим буквы наш мозг это начинает воспринимать как нечто серьезное нечто важное поэтому я очень рекомендую ручкой на бумаге нарисовать себе лесенку и на первой ступеньке написать первую вашу цель куда вы пойдете если уже есть вторая ступенька пишите уже вторую ступеньку если есть третья класс пишите третью если только первая окей останьтесь на этой первой ступеньке на дальше на будущее пока не загадывайте ничего так тоже хорошо для мозга так тоже хорошо если уже кто-то написал поставьте мне пожалуйста единичку вот кто уже написал на первой ступеньке какую цель он поставил на ближайшее выход в ринг на ближайшее выступление есть единички окей есть так хорошо с цель полагания мы разобрались немножко и теперь идем дальше а дальше мы идем в убеждения если вы слышали как есть у нас убеждения есть ограничивающие убеждения это например что жизнь борьба первое место не дается просто так нужно там кровью потом нервами и кучей выхода в ринге завоевать это первое место выход в ринг это очень очень страшно ну и все вот в этом духе то есть если у вас есть нечто подобное ограничивающие убеждения то с ними можно работать их можно перепрошить прям не метками но как систему операционную перепрошить и зашить туда другую программу что у вас ограничивающие убеждения могут измениться на поддерживающие убеждения можете себе стать то есть жизнь борьба а если это поддерживающие убеждения мы перепрощим то что там может быть как думаете вот что что первое приходит в голову жизнь это что я жду от вас комментариев потому что я люблю общаться и понимать что меня слышат и как-то реагируют жизнь это кайф отлично да ринг это что для вас выход в ринг это что легкость да да ну то есть понимаете что можно из ограничивающего убеждения переделать ну не просто сейчас вы сказали жизнь это борьба а потом жизнь это кайф так не работает есть прям система перехода да ее нужно прям в голове нашему мозгу объяснить и рассказать как это происходит тогда он будет верить и так поддерживающие убеждения если мы проработали с психологом вы можете обратиться ко мне если будет желание можете обратиться к любому другому специалисту который вам поможет это не так сложно и тем более не страшно маленькая ремарка большое заблуждение которое часто очень слышу что ну мне не требуется психолог я сам себе психолог вот если бы так это работало то мы бы просто все были знаете в дзене были бы счастливы неимоверно но к сожалению так это не работает и у каждого психолога есть свой психолог если кто не знал то я ему открою эту тайну и у меня тоже есть свой психолог к которому я хожу на сессии вот и мы там что-то ну выносим разбираем с этим работаем да и наверное те кто знает меня какое-то время и может быть знал до какого-то промежутка времени и после как я стала заниматься психологией аубликацией разбираться в этом то заметили что я очень сильно поменялась не только внешне но и внутреннее мое состояние очень сильно изменилось и это внутреннее состояние очень отражается на моих питомцах то есть на собаках и в том числе на работе с ними и на тренировках и на выступлениях но это маленькая ремарка да то есть психологи работают со здоровыми людьми абсолютно с людьми которые могут иметь какие-то психологические проблемы работают либо психотерапевт с медицинским образованием высшим либо психиатр который может поставить диагноз может прописать лекарства это не ко мне это другие специалисты психологи работают с обычными людьми и помогают им разобраться в их каких-то запутанных историях какой-то тупик и нужно из этого выйти и человек не видит выхода не видит и все а не видит он выхода потому что мы сейчас проведем маленький тест готовы я надеюсь готовы итак попробуйте сейчас запомнить все предметы оранжевого цвета которые находятся у вас в комнате вот все то что оранжевого цвета запомните подумайте посмотрите по сторонам запомнили 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 надеюсь у вас получилось а теперь закройте глаза закрыли закрыли только по честному закрывайте давайте вот мы серьезные люди собрались на серьезную тему поговорить поэтому закрывайте глаза глаза закрываем и представляем все предметы которые находятся в вашей комнате зеленого цвета сколько их там попробуйте сосчитать и представить сколько у вас предметов зеленого цвета не подглядывать глазки не щурить прямо закрыли и по честному посчитали сколько предметов зеленого цвета посчитали открываем глазки открываем глазки и теперь такая штука вот смотрите когда я вам попросила вас сфокусироваться на оранжевом цвете вы быстренько пробежали глазами запомнили и скорее всего ну скорее всего на предметы другого цвета зеленого синего черного вы не обратили внимание потому что я попросила сфокусироваться вас только на оранжевом да на оранжевом вот так работает наш мозг то есть как только мы сфокусируемся на чем-то одном на какой-то задаче все остальное как будто не имеет значения все остальное мы не видим это же касается и убеждений то есть если у нас есть какое-то одно убеждение я всегда выхожу в ринке после этого у меня там начинается что-то там не знаю моей собакой или там я болею или там машина моя сломается или еще что-то вот это вот ограничивающие вас убеждения оно работает против вас да и вы как будто больше не видите выходов из этого из этой ситуации да как только мы поменяем ограничивающие на поддерживающие сначала мы их выявим да а потом с каждым разберемся подумаем как их поменять как только мы их поменяем то вы поймете что вы заболели не потому что вы вышли в ринг или ваша собака заболела не потому что она станцевала в ринге и поэтому у нее там что-то приключилось это могло быть ну просто с течением обстоятельств каких-то вот то есть наш мозг работает да как туннель увидели и все больше ничего не видим психолог уже может показать вам вот этот туннель но с разных сторон 3d изображения можно посмотреть и вот так и вот так и встать на место там такого пассивного зрителя всей ситуации да и оттуда посмотреть и из этого все вырастает поддерживающие убеждения вот это был второй пункт нашего сегодня вебинара сегодняшнего ограничивающего и поддерживающего убеждения это важно следующее это подготовка подготовка к выходу в ринг но не прямо вот мы сейчас выходим а как бы заранее да заранее подготовка к чему-то важному предположим я поставила цель выступить хорошо в классе дебют да у меня есть танец у меня уже готов костюм я знаю танец собака знает танец а может быть и нет а может быть давайте посмотрим насколько вы точно уверены что собака ваша знает танец что собака знает хорошо элементы что собака хорошо реагирует на разные ваши команды жесты да взгляды чтобы можно было ней управлять насколько вы хорошо знаете этот танец насколько вы хорошо знаете эту хореографию прям вот вы встали и даже не думаете как ручку там поставить и как ножку развернуть да у вас это все само собой получается вот это я называю готовность к выходу вот это вот работа тренировок когда мы свою хореографию знаем наизусть мы знаем схему танца в ринге да и в ринге в любом любого размера если маленький ринг мы можем эту схему разместить на маленьком объеме если у нас достаточно большой ринг там 20 на 20 а может быть и 20 на 40 бывает ринг да это не соревнованиях это просто могут быть там какое-то не знаю огороженное пространство 20 на 40 размести там танец свой и ты должен понимать как быстро ты можешь двигаться чтобы схема танца при этом все сохранялась вот это я называю выученным танцем не когда вы думаете ой какой элемент следующий нет когда вы одно за другим очень плавно все идет и идет и вы не задумываетесь в какую сторону развернуться и как что сделать да вы меня понимаете итак подготовка я услышала такое мнение с ним позволю себе не согласиться знаете это как звучало звучало показульки вот поехали на показульки вот слово показульки как будто вообще убрали смысл выступления из этого слова да и его совершенно обесценили как будто вот показательное выступление это нечто что вообще неважное вообще неинтересное и там можно делать ну в принципе по большому счету все что хочешь и покормить собаку и погладить собаку еще что-то делать да показульки вот то что не оценивается и вот эти вот показательные выступления для меня лично были большим открытием и большим помощником в моей деятельности да маленький маленький такой сейчас вспомнила нюансы когда я занималась музыкой это было где-то там лет 14-15 мы играли как это инструментально в вокально-инструментальном ансамбле вот в доме культуры и вот пока мы там в коморке сидели репетировали все на стульях нам было комфортно удобно мы там прям кайфовали играли я играла на клавишных и ребята там значит на барабане на гитаре в общем было классно пели играли и вот концерт да мы выходим на концерт это большая сцена это большой зрительный зал это пришли там наши друзья знакомые соседи там родители это прям ответственность мы вышли господи иисусе большего позора мне кажется я больше давно не испытывала потом в жизни потому что мы лажали все ну вот просто все как могли ни те клавиши нажимались ни те струны звучали ну это был кошмар певица пела вообще как что-то левое непонятное забывая слова в общем это был ужасный концерт и мы не могли понять да что ж такое мы-то так классно играем и почему мы на сцене не можем ничего вообще сделать следующий концерт мы опять упорно репетируем в нашей коморке ну прям вот упорно полгода там значит стараемся следующий концерт выходим та же история вот та же история через колоду забываем слова спотыкаемся на сцене играем вообще непонятно что не манут вот и так продолжалось наверное года полтора наших учений мы не могли реально понять что что вообще происходит почему так и к нам пришел новый худрук который сказал ребят ну вы классно играете в коморке а почему вы не играете на сцене мы говорим в смысле репетиция на сцене так бывает так можно ну это же надо аппаратуру тащить это же надо там все расставлять а раньше это было ну достаточно проблематично там куча шнурок вот все это подсоединять ты будешь там два часа в лучшем случае потом это все подсоединять вот он говорит да по другому нельзя вот это называется тренировка показательное выступление только перед пустым залом и мы стали репетировать мы прям вот взялись и наверное месяца два регулярно ходили таскали эту тяжеленные колонки эту тяжелую аппаратуру вот все расставляли сами пели в зал учились там двигаться и на финалочку как только у нас был очередной концерт мы вышли и сыграли просто ма правда мы просто кайфовали на этой сцене а все потому что мы к этой сцене уже привыкли мы уже не боялись ее у нас не тряслись руки когда мы видели заполненный зал то в принципе ничего особо не поменялось те же кулисы тот же пол я не знаю те же инструменты все тоже но настроение было просто вот кайфовое когда мы играли пели и главное настроение поднималось с каждым с каждым треком хотелось сказать с каждой песней потому что мы понимали что мы прошли всю песню мы нигде не ошиблись мы классно сыграли все точно спели и прям вот поднималось 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 настроение и в конце когда мы уже завершили концерт был небольшой такой фуршет ну мы тогда были совсем еще юные Мы, в общем, алкоголь не принимали, но с удовольствием какую-то газировку с тортиком покушали. И было вкусно. Поэтому я к тому, что возвращаясь к нашей цели, когда у нас есть уже какой-то наработанный опыт. То есть мы танцевали, мы знаем хореографию, собака знает движение. Мы это все на показательных выступлениях где-то в одном месте, во втором, в третьем, четвертом обкатали, что-то доработали. Где-то еще довернули, посмотрели, как это на разных рингах выглядит, да, и не сбились. Кайфанули от этого еще. Все. Мы на соревнования выходим просто с легкостью. Ну, я говорю о своих ощущениях. Давайте так, поскольку я вижу, что у нас здесь много из ученого пса, те, кто регулярно выходит на выступления, регулярно выходит в ринге. И поставьте мне цифру 2, у кого вот такие же ощущения приблизительно были, как и у меня. Когда ты знаешь программу, когда ты знаешь свою хореографию, когда ты знаешь разные ринги, и ты выходишь на соревнования кайфовать. Поставьте мне двоечки, чтобы я вот прям зарядилась от вас. И мы пойдем дальше. Так. Есть двоечки, есть. Ай, кайфушники, значит, со мной есть. Все. Это здорово. Есть двоечки. Вот. Отлично. Отлично. То есть, когда ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не только от тренировок, но еще и на показательных ты выступаешь и получаешь от этого удовольствие, тогда и на соревнования ты выходишь вот с таким же настроением, с таким же энтузиазмом и с такой же вот приподнятостью, да, внутренней. И что важно, что собака наша считывает абсолютно все, что с нами происходит во время, до ринга, в ринге в самом, после ринга. Вот она абсолютно лакмусовая бумажка. Как только собака начинает зажиматься, собака начинает ошибаться, мы меняем какую-то даже, вот знаете, я это называю интонация в лице. То есть, это не в голосе даже интонации, а в лице, в мимике что-то мы такое раз, и бровь там сдвинули, типа, блин, ты здесь ошибся. И собака еще больше зажимается. Когда мы так реагируем, да, на все, то к концу мы приходим к тому, что собака уже, ну, еле-еле закончила программу, и мы тоже все, ну, в расстроенных чувствах, а может даже и злимся, потому что мы не получили удовольствие там. Мы не получили удовольствие. А если мы не получаем удовольствие здесь, на этом месте, то наш мозг говорит, а зачем тебе туда еще раз идти? Тебе там плохо, тебе там, не знаю, там страшно, тебе там стыдно, тебе там еще что-то такое, да? Зачем тебе туда еще раз идти? Не ходи туда ради бога, не надо. Вот. И таким образом мы себя как бы программируем на следующее выступление. Да? Понимаете, о чем я? То есть, если мы выходим с удовольствием в ринг, то мозг получает сигнал, что здесь классно, иди сюда еще раз. Здесь прям вот получаешь много удовольствия, много положительных эмоций, взгляды, которые смотрят на тебя и с восхищением, да? Вот иди сюда еще раз, мозг нам скажет. Поэтому очень важно, чтобы наше состояние в ринге было вот таким, с эйфорией и с кайфом, да? Но помним про первый пункт, про цель, зачем мы вообще выходим в ринг, что мы от этого ожидаем? И тогда должна картиночка сложиться. Перед тем, как выходить в ринг, да, хорошо знать хореографию, хорошо выучить с собакой все команды максимально, Но еще немаловажно, да, это подготовочка, когда мы, например, заранее приезжаем, когда мы заранее накануне собираем весь реквизит, гладим костюмы, там, готовим что-то еще, что нужно взять с собой, для собаки там лакомство, для себя что-то там, может быть, поесть, попить. То есть, когда мы заранее уже настраиваем свой мозг на то, что мы завтра едем с тобой вот кайфовать, да? Что тебе нужно, мой хороший мозг, для кайфа? И мозг говорит, я хочу чай там или кофе, я хочу там, не знаю, что-то, шоколадку перекусить, я хочу, может быть, там еще что-то. Вот спросите у себя, что бы вам могло поднять это настроение. Вот прям что-то вы сделали или что-то вы там взяли и скушали, и класс, мне уже хорошо, да? Это вот называется подготовительный этап. То есть, первое, мы готовимся заранее, берем с собой все необходимое и стараемся не забывать ничего и не возвращаться потом, выехав на соревнования. Ой, костюмы забыла. У меня, кстати, была такая история. Костюмы забыла, да? Я еду там уже полдороги, мечтаю о чем-то своем, потом, господи, я все взяла, все взяла, собак взяла, себя взяла, еду взяла, реквизиты взяла, костюмы. А костюмы я не взяла, да, возвращаемся. Вот это вот не очень приятная история, поэтому нужно позаботиться заранее. Хотите, список себе прям напишите, что мне нужно взять с собой на соревнования. И прям по списку написали-написали и начинаем вычеркивать. Вот это положила, вот это положила, вот это не взяла, это там, значит, доработать надо, это там купить надо. И уже к этому дню, когда вам выезжать на соревнования, то вы уже должны все это упаковать с собой. То есть не должно быть такого, что вы бегаете и ищете на последних минутах, где бы это взять. Продумать нужно заранее, что вам нужно. Стул, может быть, вам нужен стол, где это все разложить, может быть, вам нужна там, не знаю, миска, вода. Ну, то есть, ну, все до мелочей, понимаете, прям вот все до мелочей продумать. Нельзя просто с бухты барахты проснулся, взял собаку под мышку, побежал выступать. Наш мозг это не понимает, что это, ну, серьезная какая-то задача для него. Он думает, что, да просто, наверное, пришли погулять здесь, что ли, и собака такая же. Вот мы такие не собраны, и собака точно такая же, как и мы, да, не собралась с мыслями его. Зачем она сюда вообще приехала, и что здесь будет делать. Вот, поэтому подготовка в ринге очень хорошая штука. Поэтому рекомендую записать, что нужно готовиться заранее. Мне помогает список. Я прям в список себе пишу, что мне нужно. Возможно, и вам это поможет, да. Приезжаем, рассчитываем время так, чтобы оно у нас было не впритык максимально, потому что в дороге, может быть, что-то задержит нас, и мы будем нервничать. А нервничать нам как бы не хотелось в этот день. Закладываем времени побольше. Пусть лучше будет время на прогулку с собакой, чтобы там как-то посмотреть на территорию, где это будет, что это будет, как там это будет. Может быть, накануне даже кто-то может приехать там, ну, например, типа вот в Максима парк, да, кто-то может приехать накануне, там остаться ночевать и уже утром спокойно подготовиться к выступлению. И так тоже хорошо. То есть выберите себе маршрут для мозга, легкий, легкий, который вы сделаете просто вот раз и пошло. Не выбирайте каких-то сложных маршрутов, где вы запутаетесь. Я имею в виду маршруты, не дорожные маршруты, а маршруты путешествия и подготовка к рингу. Вот этот маршрут, я имею в виду. Знаете, у меня такая идея пришла. Поставьте мне, пожалуйста, какие-нибудь огонечки или смайлики, потому что мне очень нужна ваша поддержка. Я прям так стараюсь. У меня прям энергия идет, и очень хочется что-нибудь получить взамен для энергообмена. То есть понимать, нравится вам, не нравится, понятно, непонятно. Может быть, какие-то вопросы. Вот, спасибо большое. Спасибо, пошли смайлики. Вот теперь я понимаю, что мне хорошо. Мне прям уже лучше. Я даже водички попью, чтобы мне стало еще лучше. Отлично. Есть те, кто пишут списки. Вот. И для собаки, для себя. Прекрасно. Кто-то пишет еще временный список. Ну, что-то тоже это для себя. То есть мы должны помогать нашему мозгу, чтобы ему было максимально легко. И беспрепятственно преодолеть вот это вот ощущение, что ой-ой, как страшно. Так, о, классные какие смайлики пошли. Суперские просто. Котяра прыгает. Отлично. На кнопочке. Так. Если нет возможности обкатывать программу на тренировках. Как стать увереннее? Ага. К психологу. Сходите к психологу. Как стать увереннее? То есть, конечно же, многие вещи зависят от лично нас. И если мы не сможем с этим работать, то нам нужен человек, который поможет нам с этим поработать. Если у меня есть какая-то неуверенность, тревога, страхи, то их надо вынести сначала на терапию. К психологу сходить, да, вот там полечить себя. Ну вот если у вас болит что-то, не знаю, там, ноет зуб, да, и вы пытаетесь просто таблетки там глотнул, вроде обезболен, вроде не болит. Потом опять болит зуб, опять таблетку глотнул, не болит. И вот это вот, вы же не лечите проблему больной зуб. Вы просто пытаетесь замаскировать эту проблему таблетками, да? Так и здесь. Если проблема есть, я боюсь, меня что-то тревожит, я волнуюсь, я не могу собраться, я трясусь вся, я не могу дышать, у меня даже вот здесь там пережимают перед выходом в ринг. Значит, это проблема психологическая. Договорились? То есть, ее можно решить, ее можно перепрошить вашу матрицу, да, которая там, жесткий диск, жесткий диск он есть, но мы можем ставить флешечки, которые помогут ему. Это реально работает, правда. Ну, я проверяла на себе, если не верите, то поверьте. Итак, мы приехали, первое, что мы разобрались сначала с ситуацией, где что находится, где запись на соревнованиях, где размещаются собаки, где можно переодеваться, ну, где можно гулять с собаками. То есть, без собаки нужно сходить на разведку. Вот, разведка хорошая штука, не надо прям вот, я сама паникую, беру с собой собак, паникеров, которые меня поддержат в нашей панике общей, и будем бегать там и не знать, куда нам податься. Не надо. Если есть возможность, оставляем собак там в машине или с кем-то посидеть, да, а сами идем на разведку. Все разведали, принесли, все сложили, там расставили, реквизиты, клетки, еще что-то, боксы, и тогда пошли спокойно за собаками. Чем спокойнее ваше внутреннее состояние будет, тем спокойнее будет работать собака, разумеется. Как еще можно уравновешивать свое внутреннее состояние? Есть много очень, как бы вам, не хочется просто какие-то религиозные убеждения затрагивать, не дай бог, мы разных религий. Но все же, есть медитации, есть аффирмации, есть йога, асаны, есть практики. Вот это тоже все можно применять, если вам это близко, да, если вам это отзывается, вам это понятно, и вы хотите этим заниматься. Окей, так тоже можно себя настраивать. Можно делать специальные упражнения из йоги на баланс. То есть я всегда говорю, что если есть баланс снаружи у тела, то баланс начинает формироваться и внутри тела, да. Когда мы выдерживаем какие-то сложные позиции на баланс именно, мы учим свое тело запоминать, что баланс это такое вот ощущение, которое устойчивое. Ты стоишь на одной ноге в какой-то скрюченной позе, тебе может быть не очень удобно поначалу, но потом твое тело привыкает и говорит, что о, а это ведь не сложно. А это ведь не сложно, да, и есть прям, у меня есть, ну, такая коллекция упражнений на баланс, которые делаю каждый день. И всегда себе повторяю, что баланс снаружи, баланс внутри. И это очень помогает. Эти упражнения можно также проделать перед выходом. Ну, не прям перед выходом, разумеется, а перед тем, как вы готовитесь к выходу, вы там еще не брали собаку, не разминали, сначала мы готовим себя морально. Мы надеваем костюм, мы проверяем реквизит, мы проверяем лакомство, мы разминаем себя, свое тело. Какие-то должны быть несколько упражнений, которые вам помогут разогреться чуть-чуть, да, разогреть свои мышцы, разогреть суставы. Может быть, вы до этого долго сидели и немного себя чувствуете там скованно, да. Вот этой скованности по-хорошему быть не должно, вы должны себя немного размять. У каждого разминка своя. Кто-то просто ходит, 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 ходит кругами. Кто-то там какие-то делает, ну, разминочные упражнения. Эту разминку можно начинать на тренировках. Вот вы пришли на тренировку и возьмите все за правило, ну, не знаю, там 3, 4, 5 каких-то упражнений, которые помогут вам разогреться. Разогреться, размяться. Кто-то прыгает, например, я знаю, я видела аджиалитистов, которые перед тем, как стартовать, они прыгают, 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 как будто они накачивают себе энергией, да, вот этой вот беговой. Они так разминаются. Кто-то по-другому. То есть найдите себе способ, как вы будете разминаться, как вы будете разогревать свое тело. Когда тело уже разогрето, сбалансировано, подышать. Что такое подышать? Для чего это надо? Если вы курильщик, то наверняка вы меня поймете, потому что я тоже раньше была курильщиком, сейчас, слава богу, нет. Но что такое курение? Почему говорят люди, что я покурил и успокоился? Вот если я волнуюсь, я беру сигарету и курю, да? По сути, для мозга это просто дыхательная гимнастика. Представляете? Вот вдох, длинный, да, такой затяжной вдох, такой же спокойный выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И люди начали заменять это сигаретой, но по сути это можно сделать и не имея этой сигареты. И будет даже лучше, я вам скажу. Поэтому представьте себе телефон. И сейчас отложим ручки, да? Те, кто там просто ходит слушая, занимаясь своими делами, вернитесь, пожалуйста, к экрану, посмотрите на меня красивую. Я красивая сегодня? Ну скажите же. Ну вот прям. Я себе нравлюсь, не знаю. Итак, смотрим на экран и на телефон на мой. Вот эта сторона, длинная, это будет вдох. То есть вдох через нос. Да? Носом вдохнули, короткая сторона, ртом выдох. Нос вдохнули, короткая сторона, выдох через рот. Нос вдох, выдох, рот. Экспериментируем, учимся. Если мы не будем повторять сейчас, то мы не будем повторять никогда. Ну это как бы правило, ничего не поделаешь. Поэтому если мы сейчас хотим научиться дышать, давайте попробуем хотя бы для того, чтобы потом вспомнить, что есть такая дыхательная гимнастика. И будем ее применять. В любых непонятных сложных ситуациях мы дышим. Те, кто хочет испортить здоровье, они курят, а мы дышим. Угу, договорились? Поехали. Итак, нос вдыхаем. Выдох короткий ртом. Вдох длинный носом. Короткий выдох ртом. Еще кружок. Носом вдох. Выдох. Короткий, то есть длинный вдох носом. Короткий выдох. И вот так 3-4 круга. Представляем себе телефон и вот такое дыхание. Можете себе записать, что эта система дыхания прям рабочий инструмент даже для тех психологов, кто работает в сложных ситуациях, когда люди попадают в какие-то экстремальные ситуации, да. И вот человек не может даже говорить. И его просто давайте дышать. Вот просто давайте дышать. Да. Возьмите эту практику себе на вооружение. Я вам очень рекомендую. И пробуйте дышать. Начните с того, что любые жизненные ситуации, например, вы разозлились на кого-то. Ну, кто-то вас там вот прям вот разозлил. И вы не пытаетесь сразу в ответ кричать ему что-то такое же злобное, да, или там оправдательное. Попробуйте просто вот 3-4 круга, представив себе телефон, сделать правильное дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох. И только после этого вы попробуйте с этим обидчиком разговаривать. Если, конечно, у вас еще останется это желание. Как правило, оно не остается. Или какая-то еще история. Там, не знаю, дети там, ну, просто вот. А, зачем ходить далеко? Собаки. Собаки, которые ты ему 58 раз объясняешь, и как будто бы он все уже понял. Но в какой-то момент на тренировке он сказал, мам, вообще не знаешь, что такое сидеть. Ну, вот первый раз слышу за 5 лет. И чтобы, ну, как бы не сорваться на собаку, не перейти там на высокие интонации, на крик или там еще на какое-то, не да бог, действие, да, чтобы собаку не сорвать. Вы отворачиваетесь, вспоминаете меня и вспоминаете мой телефон. И начинаете дышать по квадрату. Окей? Я надеюсь, это было полезно. Если полезно, поставьте мне, пожалуйста, смайлики. Поставьте мне еще что-то такое, чтобы я вам еще сейчас какую-то практику придумала на ходу и экспромтом дала. Очень-очень полезно. Давайте, не засыпаем. Я обещаю вас долго не держать. Так, тут уже прям много вопросиков, много вопросиков. Можно выйти в сквер, к торговому центру, на парковку потренироваться там, где ходят люди. Это к вопросу, а что же делать, если тренировок вообще нет? Негде проводить ни показательных, ни тренировочных, ничего нет. Правильно, абсолютно, я согласна. Можно выходить в любые места, доступные вам в вашем городе. И искать эти площадки, маленькие, большие, любого размера. Этот этап пройден, это не страшно. Это не страшно, когда там вы одни и нет людей. А попробуйте, когда там соберется толпа, еще поставьте колонку с музыкой и шляпу положите рядом для денег. Вот это прям вообще будет круто, потому что ваш мозг перепрограммируется тут же. Вы уже не будете просто тренироваться, вы уже будете выступать. И мозг скажет, ой, давай не будем ошибаться, давай будем прям вот соберемся и красиво все сделаем. Но вот когда прям выступление, все равно кайфа не выходит. Да, никто не сказал, что прям сразу будет кайф. Я уже сказала, что нужно готовить по ступенькам себя, прорабатывая плюс внутренние ограничивающие убеждения с психологом. Прям не бойтесь обращаться, это люди как люди, ну как бы даже симпатичные бывают. Так, дышать очень полезно. Женщине с животом обычно советуют забирать воздух, придерживаться этого или как сложилось, так и дышим. А, то есть дыхание с животом. Знаете, когда я волнуюсь, то я про живот что-то вечно забываю. Если вы вспомните в этот момент, то его бы, конечно, хорошо отработать заранее. Да, дыхание с животом, когда мы дышим не грудной клеткой, а двигается только живот. Можно прям, давайте сейчас попробуем, классная идея. Давайте сейчас попробуем положить одну руку на живот, сядьте прямо, спинку выпрямляем. Так, те, кто развалились, пожалуйста, спинку выпрямляем, да. Садимся ровненько, ноги не перекрещиваем, руки не перекрещиваем. Прям красиво ровненько сидим. Руку одну на живот положили и начинаем вдыхать. Животом, прям рука должна прям двигаться на животе. Вдох через нос. И выдох. И рука как будто прям раз и обратно пришла к ребрам. Еще раз. Вдох. И выдох. Вдох нос, выдох рот. При этом рука двигается. Эта дыхательная гимнастика хорошо, если она будет введена на каждый день. Вот я, например, делаю каждый день зарядку, да. И я всегда на всех упражнениях дышу только ртом и носом. Больше, ну, в зависимости от упражнений. Но я все время задействую вот этот дыхательный аппарат. Не через рот вдох, а через нос. То есть мой дыхательный аппарат уже на автомате научен вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Это еще помогает, когда мы танцуем, да. Правильное дыхание не сбивает за ритм сердца. Мы дышим, мы двигаемся и при этом еще разговариваем, а при этом еще улыбаемся. Красиво на камеру, как Генечка у нас говорит. Улыбаемся красиво на камеру. Или на зрителей. Вот. Поэтому вдыхаем через нос и этому себя учим каждый день. Прям взяли за практику, не знаю, 5-10 минут подышать животом. И дальше вам будет легче. Когда будет какая-то сложная ситуация, то да, про живот, может быть, вы сразу не вспомните. Но когда вы долго дышите носом каждый день, то оно придет, потихонечку придет, и вы будете дышать исключительно животом. Но сейчас пока мы на это не фокусируем внимание, мы просто хотя бы вспоминаем, что надо дышать. Окей? Так, а я смотрю дальше чат. Очень хочу ваши лайки. Ой, как спасибо за сердечки. Я так понимаю, что вам все понятно и все нравится. Ой, какие музыкальные сердечки. Боже мой. Красота, красота. Так, вопрос Лене. Сейчас быстренько вопросы по ходу, да, пока мы не потерялись. Как в роли наставника или тренера по танцам с собаками лучше с психологической точки зрения готовить и выводить учеников в ринг? Предоставить больше самостоятельности и не мешать настраиваться или максимально участвовать и помогать при выходе в ринг? Или все индивидуально? Да. Лично я считаю, что все очень индивидуально и обговаривается заранее. Не перед рингом тренер пупается под ногами, там, ты вот это не забудь, ты вот там вот мне ширись, а вот это вот ты вспомни, а я тебе говорю, улыбайся. Вот это точно, наверное, не надо, но хотя, опять-таки, все индивидуально. Действительно, просто спросите у своего спортсмена, вот как ты хочешь, чтобы я тебя поддерживал? Может быть, он скажет, слушайте, тренер, вот уйдите туда в сторону и вот оттуда наблюдайте, дайте мне самостоятельно выйти, поставить реквизит или еще что-то. Может, он скажет, тренер, я вас осмоляю, встаньте впереди или там где-то по возможности, чтобы я вас видела, и мне так будет легче. Или, там, не знаю, дайте, пожмите мне там руку перед выходом. Ну вот спросите у вашего спортсмена, как ему будет лучше, не надо самому ничего придумывать. Вот он знает, как ему лучше. Может быть, просто там, не знаю, дружеских хлопок по плечу будет ему достаточно, чтобы сказать, ну все, давай, давай, я в тебя верю. Или какие-то слова на пустое, или еще что-то, понимаете, о чем я, да? То есть ничего не выдумываем, просто кротиком спрашиваем у своего спортсмена. Квакает звук у кого-то, ну что такое? Очень обидно. Я красиво, а, это было-было-было, я листаю. Та-та-та-та, где мои красивые? Ой, какие красивые, боже мой. Спасибо большое, кротик с гантелей. Класс. Так, про дыхание было, идем дальше, ой, сердечки, смайлики, так. А в шляпе евро по 500, глаза у людей в парках и на показателях были очень большими. Да-да-да, только надо приклеить их к шляпе, чтобы к асфальту, да, чтобы они ни шляпу не унесли, ни денежки. Вот. Итак, вернемся, вернемся, потому что я бы не хотела вас долго задерживать, правда, но информации вот столько, и мне как-то хочется в один вебинар это все, все вам туда донести, чтобы вам было интересно и понятно. Про подготовку более-менее понятно, да? То есть мы готовимся заранее, все себе планируем. У спортсмена, если мы его ведем, то тоже спрашиваем, как он хочет, чтобы мы ему помогали, а не мешали только. Вот. И по возможности, если есть показательные тренировочные, то тоже туда ходим. Если нет возможности такой, то ищем людные места, кладем шляпу, включаем колонку и представляем, что мы танцуем не для себя, это не тренировка, мы танцуем для людей. Прям ищем специально людные места. Вот. Следующее. Ага. Так, 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 я иду по своему пункту, не отклоняясь. Так, ресурсное состояние, следующий пункт. Вот, очень интересная штука. Что такое ресурсное состояние? Наверное, много слышали, что вот я в ресурсе, или там я без ресурса, или там я себя плохо чувствую, или там неплохо. Это все зависит индивидуально. То есть, что такое положительные эмоции, или там положительное ресурсное наше состояние, положительное состояние, скажем, вот так. Это все то, что, ну, для меня, например, это положительное, это хочу и могу. Да? Вот я этого хочу, и я это могу делать. Вот это для меня прям положительное, хорошее состояние ресурсное. Вот. Если же это будет отрицательное состояние, то есть я выхожу, перед тем, как выходить, я уже думаю, ой, да нет смысла, да тут такие королевы выходят, не знаю, у них там чемпионы, чемпионские, мировые. А я тут со своим вот этим вот бобиком вышла, как здрасте. Вообще там ничего не получится, последнее место, да. Или там нет никакого особого желания сильно стараться. Я же понимаю, что у меня первое место никто не дает, третье тоже никогда не заработаю, не дойду до него. Вот это вот отрицательное состояние. Вот. И смотря в каком состоянии вы будете находиться, вот так вы будете и выступать, так вы будете работать в ринге. То есть нам нужно зарядить свое ресурсное состояние. Чем? Например, написать себе список того, что вас вдохновляет, что вас окрыляет, что бы вы хотели. Например, послушать. Я люблю слушать какую-то музыку, которая мне очень нравится. И знаете, когда я выступала в защитном разделе, вот прям защитный раздел скоро начнется, я включаю любимую свою группу, это Queen. Вот. И что-нибудь потяжелее. Вот прям такое роковое, да, прям вот. И вот эти вот барабаны, эти гитары, они прям разрывают. И я уже в настроении тоже выйти и всех разорвать буквально. Вот. Если же это ОКД, то это очень спокойное. Это что-то такое очень мелодичное, может даже без слов. То есть мне нужно, чтобы я выходила на послушание в очень спокойном, размеренном состоянии, не дергаясь. А на защиту я иду бороться, драться. И мне туда нужна прям такая вот музыка победителей, да. Что еще может помочь мне войти в вот это положительное состояние? Например, ну кто-то любит кофе, да. Может быть выпить кофе. Может быть, там, не знаю, съесть какую-то конфету, жвачку. Может быть, сделать какие-то упражнения. Может быть, не знаю, посидеть, просто помедитировать, обняв голову руками вот так вот, да. Но я не знаю, что может быть для вас. Вы должны сами для себя это найти. Если вы не можете это найти, welcome к психологу. Все просто. Вы с ним обязательно с помощью психологических техник найдете миллион сто двадцать способов, как себя ресурсировать. Я вам клянусь, вот это работает так. Вот сядешь сам и не знаешь, как такой ресурс себе поймать. А придешь к психологу, он говорит, слушай, ну вот смотри, вот здесь, а вот сюда посмотри. А вот туда еще загляни, там же тоже еще можно что-то взять. И все, ты набираешь вот такую охапку ресурсов. Вот эта охапка ресурсов нам помогает прийти в нужное нам состояние перед рингом. Не дергаться, не тревожиться, не болтаться. И может кто-то любит наоборот поговорить. Ему надо рассказывать, 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 рассказывать. И тогда ему становится легче. А кому-то надо молчать. И вообще не подходите, не спрашивайте, ничего вам не скажу. Да, не лезьте ко мне. Есть такие. Поэтому ресурсное состояние нужно попробовать приходить до того, как вы выйдете в ринг. Вы должны уже быть в состоянии хочу и могу. Я хочу выйти в ринг и я могу это сделать. Окей, я сейчас сделаю. Независимо от того, что происходит вокруг. Я сконцентрируюсь на своей задаче. Помните тест про оранжевое и зеленое в комнате, да, мы делали? Вот здесь нужно сконцентрироваться на оранжевом. Вот я вам говорю, все, концентрируемся на оранжевом. Мозг только это запоминает. Точно так же перед выходом в ринг и вы говорите, концентрируюсь на классном выступлении. Хочу кайфовать, обожаю свою собаку гениальную, обожаю свой танец. Сейчас так станцуем, просто вот все захлебнутся слюной от зависти. Ну, примерно так. Это в идеале. Может у кого-то по-другому, но хорошо, когда это вот такой настрой. Не порвать всех, а получить удовольствие в ринге. Вот это вот просто то, что надо. Я на этом долго не буду задерживаться, потому что у нас еще есть о чем поговорить. Есть еще наверняка вопросики. И я опять хочу посмотреть, вдруг там кто-то написал. У меня почему-то нет возможности смотреть это сразу на экране. Я буду с телефона это все читать. Так, спортсмен может и не знать, как ему надо. Да, может не знать. Может он еще не выходил на выступление. Да, но тогда нужно поговорить со спортсменом. Спросить, а был ли у тебя какой-то опыт? Ну, ты же экзамены сдавал там за концом, где-нибудь в школе там, да? Или там, ну что-то было для тебя такое, что было так же страшно, так же непонятно. И коленки тряслись, и горло зажималось, и вообще не мог ходить и дышать. Да, было? Было. Так, а что ты делал тогда? Да, что тебе помогло? Ну, это работа психолога, но тренер, знаете, он в какой-то степени может быть и вашим психологом. Вот, даже без образования, потому что тренер, как правило, чувствует своего ученика. Да, работая с ним большое количество там часов, он начинает его чувствовать, что ему нужно. Может быть, даже вот просто вопросами навести на ответы. С помощью вопросов найти ответ. Так. Как бороться с тревогой не прямо перед выходом в ринг, а заранее, когда знаешь, что через неделю выход, и уже не можешь найти себе место. Психологу. Правда. Вот я могу сейчас 58 способов еще раз сказать, как я с этим справляюсь, но боюсь, что мои способы могут вам вообще не помочь. Потому что то, что выбрала я для себя, как помощь, да, не гарантия, что подойдет вам. А психолог найдет способ вытащить из вашей головы ваши же способы, как себя успокоить. Понимаете? Я не рекламирую сейчас, вот прям бегите все ко мне. Нет, не подумайте. Я просто говорю, что если вы не можете с этим справиться самостоятельно, даже с помощью тех техник, которые я вам даю, и рассказов теоретических, то сходите на несколько сеансов. Это, ну, не так дорого стоит, правда. Но вы поймете причину. Причину, почему это у вас вообще возникает за неделю до соревнований. Я знала человека, который у меня тренировался несколько лет и успешно выступал, и показал высочайший результат, высочайший. Но при этом трус был невероятный. Всегда колотила, всегда знобила, всегда колбасила. И она даже принимала какие-то таблетки успокоительные, там, не знаю, за два месяца до соревнований. И ничего не помогло. Ее все равно колотила и знобила. Выручала только собака, которая идеально, ну, вот, хотела услужить, да, услужить этому человеку, своему хозяину. И просто вот говорила, я все для тебя сделаю. Вот только, пожалуйста, не волнуйся и не расстраивайся. Я сейчас вот так постараюсь, чтобы ты не волновался. То есть как бы собака перекрывала человека вот своим настроением. Так тоже бывает. Не всегда, но бывает. Ты смотришь на собаку и видишь, что она не волнуется. Он говорит, хозяин, ну, все классно будет. Ну, ты что вообще? Ну, мы же с тобой репетировали не один раз. Ну, все будет хорошо. Не переживай. Да, и смотришь в эти глаза напротив и понимаешь, что, ну, давай будем доверять друг другу. И выходишь в ринг. То есть если есть проблема, что вы волнуетесь не просто перед выходом, когда вас объявляют, что выступает пара такая, а за неделю, очень рекомендую с этим разобраться. Да, со специалистом. Сам себе психолог хорошо, но не всегда. Так. Если нет вопросиков, то я иду дальше. На вопросиков я не вижу больше. Прекрасно. Ага. Вот еще. Хорошая штука, когда мы применяем принцип зеленой ручки. Что такое принцип зеленой ручки? Возможно, кто-то об этом уже знает. Для тех, кто не знает, я расскажу. Помните, как нам в школе учительница, когда мы писали какую-то работу в тетради, она нам ошибки помечала красной ручкой. Да. Перечеркивала и ставила правильную букву там или что-то там, знак припинания. Вот. И потом за это снижала оценку. И чаще всего, когда мы выступили в ринге, и, возможно, собака не откатала программу так, как мы на это надеялись. И, возможно, мы сами не откатали программу так, как мы рассчитывали, что мы это сможем сделать. Вот. И мы начинаем красной ручкой себе править. Я ошиблась вот там. Я ногу не туда поставила вот здесь. Я вот там забыла разворот. Я вот там перестала улыбаться. Голову вниз опустила. И начинаем красной ручкой себе делать ошибки. 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 Точно так же красной ручкой не сделал кувырок и не положил там лапы крестом. И набралось вот столько красной ручкой сделанных ошибок. Что запоминает наш мозг? Опять-таки, он говорит, зачем туда выходить? Там плохо. Ты видишь, сколько ты ошибок делаешь. Ты вообще бестолковая бездарь. И твоя собака такая же бестолковая. Не надо туда выходить. Брысь из ринга. Никогда не ходи туда больше. Да? Это прям красная ручка. Это знак для мозга. Стоп. Знаете, как это? Знак. Бест запрещен. На ринг. Вообще никогда. Не надо. Вот. Я же предлагаю применять способ другой. Способ называется. Способ зеленой ручки. Или правила зеленой ручки. Или принцип зеленой ручки. Назвайте, как хотите. Мне все равно. Вот. Что это за принцип? Когда мы красную ручку вообще не берем в руки. Вообще. И оттанцевав, мы вышли из ринга. И тогда уже, когда все закончилось. Мы там собаку похвалили, наградили, не наградили. Неважно. Убрали. И сели спокойно. Да? Мы начинаем зеленой ручкой отмечать. Классно. Вот этот элемент прям идеально сделан. А вот здесь я руку красиво поставила. Точно как меня хореограф учил. Вот так держала. Прям умница была. А здесь я как улыбалась. Боже мой. И начинаем зеленой ручкой все себе подчеркивать. Классно. 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 И мозг говорит. О. Смотри, как здорово. Смотри, какая ты молодец. Ты столько всего сделала. То, что хотела сделать в ринге. И собака какая клевая у тебя. Смотри, она вот это все сделала. Круто. Давай туда еще сходим. Я хочу еще вот таких зеленых подчеркиваний. Понимаете, о чем я говорю. Нравится вам принцип зеленой ручки? Скажите мне, пожалуйста. Поставьте мне плюсики или смайлики. Хоть что-нибудь. Отзовитесь. Отзовитесь. Потому что я даже не знаю, сколько нас. А, 75 участников. Ну, дайте мне обратную связь хоть чуть-чуть. Дайте мне поддержку, чтобы я еще больше с вами энергии вам отдала. А вы мне чуть-чуть. Да? Давайте. А я посмотрю сейчас. Помогаете вы мне работать сегодня или нет? О, помогаете. Спасибочки. Спасибочки. А, спасибо за смайлики. Супер, супер, супер. Класс, класс. Мне прям вот прям бальзам на душу. Люблю, люблю. Когда со мной общаются. Хотя бы даже вот таким образом. Так, кто-то пишет, вышла из ринга, все красным перечеркнула. Посмотрела видео. Ой, а там и зелененькое. А там и зелененькое же есть. Да. Попробуйте начать с того, что не анализируйте сразу после выступления и не загоняйте в свой мозг. Было все плохо. Он слил начало. Или там слил концовку. Он и сделал. Да? Не надо так делать. Наш мозг запомнит вот эту гадость и будет потом ее держать в себе очень долго. И будем вытравливать у психолога вот эту вот кислоту, эту штуку. Да? Поэтому постарайтесь так. Выступили. Если прям понимаете, что вы, может быть, там, ну, хотите расстроиться, попробуйте дышать. А дышать я вас уже научила. Правда? Правда. Вот идем и дышим. И говорим, Бобик, ты молодец. Ты прям хорошая собака. Ты старался как мог. Я это видела. Я тоже старалась. И дышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Дошли до своего места. Оставили собаку. Сели там, не знаю, встали. Ушли в уголок. Может быть, кому-то надо сразу все рассказывать. Но мы же не рассказываем, обратите внимание, только хорошее. Он вот это сделал. Он вот это сделал. Он вот тут такой молодец был. А вот тут я такая клевая была. Ну, вот я не слышала такого. Ну, правда. Вот тот, кто выходит из ринга недоволен, начинает. Козел. Вот это не сделал. На спину не прыгнул. Ну, сама такая, честно. Вот прям не вру. Вот иногда я выхожу как мегера и говорю, прибью тебя, собака. Что ты делала в ринге, идиотина такая. И я действительно, я прям бы хотела ей сейчас вот голову открутить. Да. И я над собой работаю. Я начинаю замечать, что нет, нельзя пока так делать. Да. Я не хочу сейчас это анализировать. Я просто хочу убрать собаку. Я просто хочу, там, не знаю, переодеться. Хочу попить воды и сделать дыхательную гимнастику. Вот пока я больше не хочу ничем загружать свои мозги. Дальше, когда мне станет чуть получше, я начну смотреть видео. Брать зелененькую ручку. Прошу заметить, не красную, а зелененькую. И начинать. Отличное начало. Мы классно начали. Там, допустим. Или там мы начало. Я смотрю и, ну, я вижу, что, может быть, оно отличается от того, что было задумано. Я его просто пропускаю. И ничего не ставлю. Ну, красным не рисую, да. И дальше, как только появился элемент, который собака сделала, я говорю, класс, есть галочка, есть галочка, есть галочка. И пошла анализировать свой танец. Ясно? Вот. Конечно, поначалу мы допускаем, что мы же не идеальны, да. Никто не идеальный. И психологи тоже люди, они тоже не идеальны. Но хотя бы есть понимание, что давайте отследим. Как только мы отследили эту мысль, что хочется поругать собаку, начинаем дышать. Начинаем дышать и все. Я больше стараюсь ни о чем не думать. И потом только разбираться, почему и как это происходит. И знаете, что еще? Вот хочу вам дать такую практику. Она несложная совершенно на каждый день. Вот прям, если есть там ручка-блокнотик, да, мы же готовили с вами ручку-блокнотик, да. Мы там туда сюда даже пишем периодически. Вот. Поэтому практика на каждый день. Называется она «Сегодня. Почему сегодня я молодец?» И находим минимум пять пунктов. «Почему сегодня я молодец?» Если найдете десять, прям классно. Если больше десяти, прям огонь, огонь. Вот. То есть я сегодня сделала там вот это и вот это. Ну, я имею в виду, например, взять собаку. Или можете взять за весь свой день и работу, и дом, и там, не знаю, семью, и собаку. Вот все туда. Но если мы сегодня говорим конкретно о выступлениях собакой, то давайте попробуем сегодня находить вот, почему я сегодня молодец, что касается нашей собакой. Я сегодня молодец, потому что там хотя бы один раз потренировалась с собакой. Я ее, я сегодня молодец, потому что я ее там не поругала. Я сегодня молодец, потому что прошла там десять километров с ней. Я сегодня молодец. Ну и вот это вот, да, я сегодня молодец, хотя бы 5, 5 пунктов про себя и собаку. Мне легче, у меня 5 собак, поэтому у меня 5 пунктов, там прям легко набрать. У кого много собак, да. Но возьмите все за правило. Идеально, если вы это будете писать. Ну прям идеально, возьмите блокнотики, начнете писать, почему вы сегодня молодец, да. И найдете за что себя похвалить. Мозг начинает воспринимать информацию, особенно то, что касается, опять-таки вернусь к собаке, да, что, что нужно запомнить мозгу, что ты молодец, и собака твоя тоже молодец. И смотри, это подтверждается каждый день. И вот записано на каждой странице, что это подтверждается каждый день, что мы молодцы с моей собакой. Все, не прикопаешься. Вот. И следующий пункт, который я хочу рассказать, это называется пункт «Усмирить своего внутреннего перфекциониста». Мы, конечно же, ставим какие-то большие задачи, большие цели, мечтаем о чем-то, и это хорошо. Это хорошо, это правильно. Но иногда мы можем слишком поднимать планку в своих мечтах для себя или для своей собаки. Например, если собака пока только танцует в открытом классе, а вы сразу хотите там в мастера или в прогресс, ну, надо понимать, что так не работает. Надо все-таки идти постепенно, да. Если же вы понимаете, что вы не работали над своей хореографией, там, три раза в неделю отдельно без собаки, вот просто берете и работаете под музыку с хореографией. Идеально, если вы еще работаете перед зеркалом, чтобы можно было себя видеть, да. Вы работаете с реквизитом. У меня, например, сейчас появился веер. Это прям чума. Я все время думаю про этот веер, куда его развернуть какими-то вот этими движениями. И тут еще надо думать о собаке, которая перестраивается, еще о чем-то. Вот для меня, для мозга это пока достаточно сложная работа. Но я знаю, что если я выучу свои движения, то собаку подстроить потом будет намного легче. Вот. То есть я не ставлю задачу сразу выходить и показать все движения свои красивые. И все движения красивой собаки. Я сначала говорю, что нам бы просто выйти и кайфануть. Ну, кайфануть, потому что получить удовольствие, что нам там классно в этом месте. А потом я буду потихонечку на тренировках с тренером, с хореографом, подчищать. И сама тоже к этому готовиться, да, работать, работать, смотреть. На показатели, на тренировочные ходить. И в итоге мы вычистим эту картинку до почти идеала. Вот тогда мой перфекционист скажет, боже, я об этом мечтала. Все, я так и хотела, чтобы так и было. Поэтому попробуйте вот еще раз вернуться, что было хорошо, например, что было хорошо на выступлении. Вот это очень важно для нашего мозга запоминать, что там понравилось. Зачем я хочу туда вернуться еще раз? Зачем? За какими ощущениями? За тревогой? За страхом? За этим мозг не вернется, я вам клянусь. Но если мозг получит сигнал, что мне там хорошо, я там получаю наслаждение, получаю удовольствие, смотрю на мою прекрасную собаку, пусть она там где-то даже что-то придумала на ходу, или что-то там забыла и сделала. Но она так великолепно делала вот там крест-кросс, что просто идеальнее не бывает. И в конце хочу добавить, что сравнивать себя с кем-то другим, это дело совершенно бессмысленное и очень энергозатратное. То есть если я себя буду сравнивать с мастерами, которые вот так же выступают в классе, там мастер-фристайл, например, да, и думать, что вот у того собака лучше работает, а я там, значит, не дотягиваю, или там тот худеет, а я там толще, и там складочки видны, или там еще что-то. То есть не сравнивайте себя ни с кем. Вот сравнивать себя можно только с самим собой, с самим собой, со своими вот прошлыми выступлениями. Вот в прошлый раз я там, значит, не подготовилась, там кто-то забыла, там костюм там не доделала, да, а в этот раз я классная была, я все доделала, идеально. Все, по костюму вообще у меня к себе претензий нет. Или там в прошлый раз мы там, еще что-то там не так было, не так, как планировалось, да, а в этот раз, в этот раз все случилось, как здорово, да, и я приехала пораньше, и я все успела, и там еще что-то там сделала. Ну, понимаете, о чем я? То есть можно себя сравнивать только с самим собой, прошлым, ну, на прошлом выступлении, на прошлом выходе, с прошлыми делами. Не надо себя сравнивать, прошу вас, с кем-то другим человеком. Это другой человек, это другая саббата, это другая история. К вам она отношения не имеет. И могу добавить, что мы не несем ответственности за чувства других людей. Если вам кто-то что-то говорит, да, что там, вот ты меня обидела, ты там меня расстроила или еще что-то, я говорю, извини, пожалуйста, но реши эту проблему сам, да, без меня. Не надо меня туда привлекать. Так и здесь. Не надо себя сравнивать ни с кем. Сравнивайте себя с самим собой. Если у вас есть вопросы, я готова на них недолго ответить, прям вот недолго. Так, я боюсь смотреть видео после выступления. Найдите себе компанию, с кем будет не страшно. Не страшно. Знаете, как раньше видики смотрелись про каких-нибудь там монстров. Если тебе одному страшно, возьми компанию, вместе будет не страшно бояться. Да, про котенка Гав еще знаете мультик? Давай бояться вместе. Ну вот из этой серии. Зеленая ручка хорошо, а анализ ошибок потом получается без свежих эмоций? Да, да. Если мы на анализ наложим свои свежие эмоции, нет, если вы довольны выступлением, окей. Но это не гарантирует того, что вы не увидите ошибок. Вот в том месте ошибся, вот там некрасиво, лапу поднял или еще что-то, да. То есть вы еще на эмоциях. Разбирать танец нужно после того, как все эмоции ваши утихли. Хотите на следующий день? Хотите уже там вечером, когда вернетесь домой? Не надо этого делать, когда вы еще эмоционально на взводе. Потому что мозг это быстренько-быстренько заложит себе вот сюда и потом попробуйте оттуда его вытащить еще. У кого много собак, надо на каждую, тогда и себе много плюсиков поставишь. Да, да, да. Большое количество собак бывает очень даже хорошо. С одной собакой, наверное, вот, ну как бы не то, чтобы не найдешь плюсиков, но надо будет прям постараться их найти. А когда у тебя там 5-6 собак, тут уже прям рука будет писать вот, почему тебе, почему ты молодец, прям очень быстро. Все, я вижу вопросов нет. Если вопросы еще какие-то есть, то давайте, давайте. Я готова еще с вами поработать. Если, да, давайте так, если вам понравилось сегодняшний вебинар, возможно, кто-то у нас ушел, потому что, может быть, там, не знаю, с собаками нагулять, я предполагаю. Может, под каким-то другим причинам, но я надеюсь, будут записи, можно будет еще разочек переслушать. И в этой записи, помните, что у меня было несколько техник разных, практик, тестов. Их тоже можно взять и опять списать. Если вопросиков нет, поставьте мне какие-нибудь поцелуйчики, чтобы я поняла, что вы не просто так не зря провели вот эти полтора часа здесь, а получили какое-то и удовольствие, и информацию. Ну, и еще, может, что-то, что-то, что-то. Ой, какие чудные, чудные, чудные смайлики. С поцелуями. Ой, спасибочки, спасибочки. Как приятно. Как приятно, невозможно. Я буду чаще вести вебинары. Полина, приглашайте меня. Найдем темы. Так. На одну собаку еще больше плюсиков. Она одна и самая лучшая априори. Возможно. Вот видите, какие мы разные, вообще разные. Вот, казалось бы, да, мы не можем говорить, что вот только это истина. Истина у каждого своя. Итак, Полина, вы улыбаетесь, я так понимаю, что настроение у вас хорошее. У меня всегда хорошее настроение. Отлично. Так, я надеюсь, что... Спасибо большое, тут прям плюсики, все вау. Ой, прям согреваете мою душу и мое сердце. Спасибо вам большое. Спасибо. Записью, не знаю, так Полине поделиться записью можно или нет. Может быть, она продавать или будет задорого. Не знаю. На данный момент у нас пока являются эти вебинары бесплатные. Да, поэтому у нас будет эта запись лежать на YouTube-канале. Я здесь выложу, в Полинуа выложу ссылку на саму запись вебинара. Вот, и поэтому, ну, ожидайте ближайшее время. Сейчас мы разберемся, потому что, наверное, будет две части. Потому что первая часть была вступление. Потом у нас было небольшое прерывание процесса и уже основная часть. Вот. Ну, хочу сказать спасибо большое Лене. Очень полезно. Даже то, что я знала теперь тоже еще на каких-то полочках. Дополнились буковки каждой полочки, да, в моей, как бы, голове. Что тоже очень полезно. Потому что вроде как ты уже все знаешь, уже все разложил, и тут вот еще дополнительная информация, которая помогает потом собрать все в кучку и выйти более уверенным в ринг и даже выйти после ринга еще более уверенным. Главное знать, ради чего мы туда все ходим. Вот. И, на мой взгляд, это самое важное, чтобы получать удовольствие. Если мы начинаем получать удовольствие от того, что мы делаем, то тогда уже и не страшно, что там будет в ринге. Вот. Принцип зеленой ручки, если так говорить, да, то есть это такой чистый кликер-тренинг. Это прям вообще, вот если взять, да, то есть кто занимается кликер-тренингом, проанализирует, да, то есть это, в общем-то, основной принцип. Если вы начинаете работать с собакой по кликер-тренингу, то после того, как вы начинаете собственный мозг таким же образом поощрять, да, то есть зеленой ручкой и игнорировать то, что вам не хочется красной ручкой, да, то, наверное, может быть, будут все время больше случаться зеленые события, прекрасные. Вот. Поэтому следите за собой, следите как раз вот это. И это помогает и правильно дрессировать как бы собаку и помогает правильно дрессировать себя. Вот. На этом мы, наверное, заканчиваем, да. И сейчас еще был вопрос такой, мы хотели создать анкету, сейчас я ее здесь выложу, вот в этой теме, по окончании вебинара, выложу анкету, в которую я хотела бы попросить вас всех заполнить. В ней будут вопросы о том, чего вас интересует, чтобы вы хотели какие материалы получать, чтобы наш канал был полезный, потому что у нас много опытных инструкторов, да, как бы в клубе. Вот. Мы как бы знаем о дрессировке практически все, с разных сторон. Вот. Как бы мы сейчас услышали от Лены, да, есть какие-то вещи, которые очень важны и с психологической точки зрения. У нас есть еще профессиональные хореографы, как вы помните, ну, и есть тренера высокого класса. Может быть, вы кого-то еще хотите послушать из наших тренеров, вот, или какие-то темы вас интересуют, которые необходимо раскрыть для успешного выхода в ринг или там, я не знаю, просто по дрессировке собак. Так что вот здесь будет анкета. Я буду очень благодарна каждому, кто ее заполнит, чтобы мы знали, что в будущем мы должны для вас, ну, какой материал вам предоставлять, чтобы вам было полезно с нами общаться. Вот. На этом, наверное, мы закончим. Раз у нас нет уже больше никаких вопросов, вот, то, Лена, спасибо. Пожалуйста. Огромное спасибо всем участникам, что потратили вечер понедельника на нас. То есть у нас получилось прям полудотворная работа больше, чем полтора часа. Хотя каждый раз мы планируем всего час. Нет, я думала, хотя бы не больше двух, хотя бы вот. Ну, это мы уложились, это мы молодцы. Вот, зеленая ручка. Отлично. Открыли себя, почему я молодец. И зеленые отметили, то есть мозг сразу запомнил, захочет еще один вебинар, как минимум. Так что, если я вам буду полезна чем-то, я всегда за, пожалуйста, обращайтесь и лично, и на вебинар, я вот прям всеми руками за. Вот, и если кто-то захочет там к Лене обратиться, да, то есть я выложу еще раз Ленины координаты, вот, вы сможете всегда с ней пообщаться по поводу непосредственно каких-то психологических вещей, ну, может быть, еще каких-то консультаций, да. То есть это как бы никто не против, потому что чем больше мы знаем, тем лучше мы выступаем, вот, и вообще живем. На этом предлагаю закончить наш вебинар. Всем спасибо, всем до свидания.